Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 23 года, стою в романтических отношениях с мужчиной. Ранее мы обговаривали статус наших отношений, ничего серьезного, никакой перспективы. Я знаю, что параллельно он общается и регулярно встречается с другой девушкой, которая, судя по всему, влюблен давно, но отношения не развиваются. Каждый раз, когда я слышу о том, что они встречались, или просто вижу его лайк под ее фотографией в соцсетях, меня начинает мучить ужасное чувство ременда. Буквально в момент все положительные эмоции от нашего общения, которые я больше ни с кем не испытываю, сменяются на черное и беспросветное чувство печали и обиды. Из проблем еще и то, что я мониторю соцсети этой девушки, прокручиваю ситуацию в голове, это меня тоже разрушало. Каждый раз, когда я говорю себе о статусе наших отношений и о том, что ревновать в такой ситуации просто некому и нечего, но на уровне эмоций и жить это не получается. Я работаю, учился, у меня есть хобби, но в любую свободную минуту мозг занимается этими размышлениями. Ну что ж, ваш вопрос называется «Как победить ревность?». Так вот, ревность – это не та история, которую нужно побеждать. Потому что ревность, в целом, чувство неплохое. Как и любое чувство, оно действительно может быть разрушительным, как и любое чувство, оно действительно может быть негативным. Но в целом, в целом, это неплохое чувство, и именно побеждать ревность не нужно. Плюс ко всему вызывает вопрос то, а как вообще конкретно вы будете там, условно говоря, побеждать ревность, да, просто то есть, ну, как вы это себе представляете. Можно ревность, ревность уменьшить, но это можно сделать только в процессе психотерапии. То есть, условно говоря, вы бы выбрали способ несколько не тот для того, чтобы работать с ревностью. Ревность чувствовать достаточно сложно, оно неоднозначное, и говорить о том, чтобы, ну, вот, что вот сейчас вы прочитаете, да, или прослушаете какой-то ответ, и сразу перестанете ревновать, ну, на мой взгляд, это наивно, наивно, вот, так, думать, поэтому, поэтому, мне кажется, что в данном случае, или вы хотите просто поговорить об этом, да, просто осудить какие-то вещи, и всё, и реальной нацеленности на работу с ревностью у вас нет, вот, вот, или вы преследуете какую-то другую цель. Ну, я не хотел бы гадать, вот, поэтому оставлю, так сказать, этот вопрос вам на размышлениях. Дальше. Вы пишите, мне 23 года, состою в романтических отношениях с мужчиной. Какое значение для вас имеет возраст, потому что вы начинаете именно с него, с возраста, и что вы вкладываете в, ну, в понятие романтические отношения? Что вы в это вкладываете? Потому что мне бы хотелось, например, чтобы вы постарались вы как-то вот это раскрыть, этот момент. Это было бы очень здорово, было бы очень полезно, если бы вы раскрыли, что вы вкладываете в, ну, в понятие романтических отношений, вот здесь, по крайней мере. Потому что, вот, романтические отношения, они бывают разными, и, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы постарались для себя определить, а что такое вот для меня романтические отношения, как я понимаю, что отношения романтические, да? Вот, и, как я обращаюсь к тем, что, ну, вот, мои отношения, они вот такие. Такие. То есть, ну, как я обращаюсь к тем, что мои отношения романтические. Что это значит для меня, вот, если я считаю свои отношения романтическими, что это значит для меня. И, что я чувствую такого рода отношения. Вот. Потому что, как вы указываете дальше в своем сообщении, как вы указываете дальше. У меня откладывается впечатление, что вам нравится именно состояние. Больше. Больше нравится состояние, которое вы испытываете, например, с... ...человеком. Нежели чем сам... ...сам человек. Дальше. Ранее мы обговаривали статус наших отношений, ничего серьезного, никакой перспективы. Это, безусловно, хорошо, что вы обговаривали статус ваших отношений. Но вопрос, который интересует меня, он звучал бы примерно следующим образом. Обговаривать это одно. А устраивает ли вас такая история? Что в отношениях никакой... никаких перспектив и, по большому счету, ну, наверное, никакой ответственности. Вот. То есть, устраивает ли вас эта история? Вот что важно. Потому что обговаривать можно... ...все что угодно... ...как угодно. А вот... ...вопрос того... ...устраивает ли вас... ...это... ...достаточно серьезно. Дальше. Я знаю, что параллельно общается и регулярно встречается с другой девочкой, которая, судя по всему, влюблен давно, но отношения не развивалась. И обозначает, что между вами и мужчиной нет романтических отношений. Потому что нельзя выстраивать романтические отношения, если ты уже влюблен в другого человека. Понимаете? То есть, у вас здесь... ...по факту... ...происходит, ну, вот, я бы сказал... ...эм... ...некоторые искажения, если можно так выразиться, некоторые искажения мы здесь видим. ...вот... ...эм... ...эм... ...по... 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 ...вы подменяете понятия. В данном случае. Дальше. Казы, раз когда я слышу о том, что они встречались, или просто вижу его лайк под его фотографией в соцслях, меня начинает мучить ужасное чувство ремоства. Было бы здорово, если бы вы попробнее описали это чувство. Что это за чувство, как оно вами воспринимается, как вы его чувствуете, как вы к нему относитесь, чего вам хочется и так далее. Если помните, я вначале говорил, что ревность не всегда плоха. И в данном случае ревность это не плохо. В данном случае ревность это та тенденция, которая напоминает вам о том, что вы находитесь в отношениях, где вас не ценят, где вас обесценивают, где вы на старых салях. Где вы замену. И вы почему-то на это соглашаетесь. Более того, вы пытаетесь с этим бороться. И я знаю почему. Но об этом вы говорите всего лишь скользь и, в общем-то, не придаете этому такое внимание и такое значение. Буквально в момент все положительные эмоции от нашего общения, которые я больше ни с кем не испытываю, сменяются на черные и беспросветные чувства печали и обиды. Смотрите, вы говорите о том, что все положительные эмоции от нашего общения, которые я больше ни с кем не испытываю. То есть, иными словами, человек для вас представляет сверхценность тем, что вы с ним испытываете те эмоции, которые ни с кем больше никогда не испытывали. Или не можете испытать. И это то, что удерживает вас в отношениях с человеком. В чем штука? Основная. Основная штука в том, что вас удерживает то, что вы испытываете эмоции, которые вам не доступны с кем-либо другим. Человек для вас совершенно неоправданно становится исключительным. И вот это проблема. Иными словами, здесь речь идет о том, что вы блокируете в себе некие проявления себя, некоторые части себя, части своей личности. Позволяя им реализовываться только в общении с этим человеком. Что, конечно же, является серьезной ошибкой. Потому что таким образом вы просто-напросто становитесь зависимым от человека. Это именно то, чем вы сталкиваетесь со своей зависимостью. Вы сталкиваетесь со своей зависимостью от того, кто преследует свой интерес. Это нормально, что у него есть свой интерес. Это нормально, что у него есть свои ценности. Но не все ценности можете разделить вы. Поэтому и следует на это обратить вам ваше внимание. Именно поэтому. Дальше. Вы пишите. Значит, беспросветное чувство печали обидов. Как в любой ситуации сверх ценностей, как в любой ситуации, когда человеку достается что-то ценное, он это все время теряет. И теряет он это далеко не потому, что он действительно это теряет. А теряет он это потому, что для него это сверх ценно. Для него это сверх классно. Именно по этой причине человек, ну вот, это теряет. Потому что здесь есть, повторюсь, сверх цен. Если для вас сверх ценным является общение с человеком и другого никакого способа, нет для того, чтобы реализовать, получить то, что вы хотите. То, конечно же, конечно же, вы будете от этого зависеть. И довольно болезненно вы будете реагировать на то, когда человек вас будет этого лишать. Более того, у вас появляются чувства обиды. Крайне интересно, надо сказать, чувства. Чувства обиды обозначают, что вы ждете чего-то другого. Чувства обиды обозначают, что у вас есть какие-то ожидания, но что вы делаете с этими ожиданиями? Как вы выражаете, быть может, такое статус отношений вас не устраивает, но вы не видите ни другого выхода и другого способа получить то, что вы хотите. Быть может, все дело именно в этом. Понимаете, в чем здесь заключается такая вот некоторая, я бы сказал, противоречивость вашей истории. Поэтому необходимо, как мне кажется, в первую очередь, обратить внимание именно на эти аспекты, о которых я, собственно, сейчас вам говорю. Дальше. Из проблем еще идет, что я мониторю соцсети этой девушки, прокручиваю седаться в голове, это тоже меня разрушает. Здесь все достаточно просто, прокручиваете, мониторите вы соцсети этой девушки, потому что она является, по сути дела, прямой угрозой для вас потерять то, что вам сверхценно. А прокручиваете в голове, потому что у вас достаточно много имеет место быть аутоагрессия. Аутоагрессия это такая штука, которая, если не находит выхода вовне, адекватного, конструктивного, не обязательно совсем речь идет о какой-то деструкции. То она, конечно же, находит выход в более деструктивных моментах. В частности, в частности, в том, что вы описываете. В частности, так, как вы это описываете. И это нормально. К сожалению. То есть, по факту, то, что вы описываете, есть сопротивление тому, что вас не устраивает, ради того, чтобы получить то, что вам нужно. Потому что других способов это сделать вы не знаете. Ну, если вы не знаете других способов, как это сделать, это не означает, что этих способов нет. Они есть. Просто вы их пока не знаете. Но, опять же, психолог может вас этому научить. Если, конечно, вы этого хотите. Дальше. Кадрат говорит себе о статусе наших отношений, о том, что ревновать в такой ситуации просто некому и нечего. Но на уровне эмоций жить это не получается. Ну, здесь, помимо того, что вы пытаетесь себя убедить, здесь, помимо того, что вы пытаетесь как-то это рационализировать, вы хотите и жить это. И надо сказать не просто так. Вы хотите это жить, потому что это так же мешает вам. Это так же мешает вам, по вашему мнению, получать то, что вы хотите. То есть, вы хотите избавиться от ревности, чтобы вам это не мешало получать те эмоции, которые вы испытываете при общении с человеком. А то, что вам не подходит цена этого, вот на это вы внимание не обращаете. Я работаю, учусь, у меня есть хобби, но в любую свободную минуту можно заниматься вот этими размышлениями. А так бывает, когда ничего по-настоящему интересного в жизни не происходит. Так бывает. Поэтому ваша задача здесь скорее разобраться в том, а действительно ли вам интересно то, что вы делаете, действительно ли вам интересна ваша жизнь. Потому что я бы, например, предположил, что скорее нет, чем да. Я бы предположил, что вам ваша жизнь скорее не интересна, чем интересно. Вы можете, конечно, со мной не согласиться, это исключительно в вашем праве, но с точки зрения психологии все выглядит именно так. И, честно говоря, выглядит это достаточно скверно. Вот. Такой ответ я мог бы вам дать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Обращайтесь за помощью и буду благодарен вам за обратную связь по моим молодым ответам. Это позволит вам начать работу над собой и сформулировать основные постулаты для непосредственной индивидуальной работы. Вообще, простите себя, вот как бы, готовы ли вы? Готовы ли вы к именно этой индивидуальной работе? По возможности желательно регулярно или нет? Пока. Я с вами прощаюсь. Удачи вам. Всего самого доброго. Выбирайте себе психолога и начинайте работать.